боже милостью будем не грешно создавыми господи помилуй меня бесчиславец и грешил господи прости меня грешного милую достойные всякого истину блажите богородицу преснаблаженную пренепорочную матерь бога нашего счастнейших уравим и славнейшего истину серафим безысление бога слова рожьей сущую богородицу тебя величие ему слава от свою сыну и святому духу и ныне и пресно и во веки веков аминь господи помилуй господи помилуй господи благослови воскресе измертвое господи иисусе христе сыне божий молитва ради причистой твоей матери силы щаснага желтворящего креста святых ангелов наших хранителей и всех ради святых помилуй и спаси нас яку благ не си и человека люби сами и боже милости в будем не грешим создавыми господи помилуй меня бесчисло я согрешил господи прости меня грешного и помилуй небольшое вступление о молитве это взято из книги к истинному православию наша книга я 40 лет собирал на нее материал продолжение о молитве каждый день являет нам бесчисленные благодеяния желаем мы того или не желаем знаем о них или не знаем бог не требует от нас ничего кроме признательности ему за все дарованное чтобы за это дать нам еще большее воздаяние это вторая ступень молитвы благодарение первое просительное кавычки закрыты ян златоуст кавычки открыты везде всякое благо какое имеем и всякое добро которое делаем есть божье и от бога поэтому на нас лежит долг благодарить его за все за всякое благо получаемое от его щедрой десницы явное или неявное за всякое доброе деяние или подвиг за всякую победу над врагами нашего спасения как нам заповедано за все благодарите ибо такова о вас воля божия во христе и иисусе 1 фессалоникийцам 1 18 позаботься же возгревать себе чувство благодарения к богу с момента пробуждения во весь день и засыпай со словами благодарности на устах потому что ты погружен в божие благодеяния в числе которых и самый сон преподобный никодим святогорец все что имеешь считай полученным не от других людей но от бога и ему воздавая благодарность а ваисая вот откуда это требование божие такой гнев когда не исполняет не отдают десятину проклятием вы прокляты а то в новом завете почему десяти не говорится зачем говорит и те же благодеяния от бога получаем и также эта десятина нам не принадлежит не принадлежит он ее приложил чтобы мы отдали научились благодарить и те которые против где-то это разбойники они всю жизнь воруют у бога а вместо ее сатана подсунул торговлю храме насчет а жить то надо кавычки открыться снова принесите смертные то есть к людям обращается благодарение сыну избавившему нас от рабства в котором содержала нас смерть за наши грехи он запретил смерть и спустился в ад извел умерших из гробов кто в состоянии воздать ему за благость его к нашему смертному роду эфрем сирин кавычки открывается если бы мы имели в себе по тысячи душ не следовало ли бы положить все за господа впрочем и таким образом мы не сделаем ничего достойного его благодеяние хочешь ли знать как нужно выражать благодарность исповедать свои согрешения и значит благодарить бога кто исповедовать свои грехи тот показывает этим что он сознает виновность бесчисленных грехах и только не получил достойного наказания он-то и наиболее благодарит бога случится ли хорошая благословляй бога и хорошая останется случилось ли плохое благословляй бога и плохое прекратится мы не знаем что нам полезно в той мере в какой бог знает следовательно получили или не получили мы должны благодарить бога 1 иоанн златоуст маленько рот прикрывайте слышно всю вселенную молитесь в это время то они просто кавычки открывая как необходимо дышать так необходимо благодарить бога в искушениях скорбях и лишениях каким подвергаемся мы на пути богоугождения симеон новый богословник следствие молитвы то что мы пребываем с богом а кто с богом тот далек от его противника григорий низкий и вот поэтому смотри где твой голос как-то участвуешь в этом как господь тебя любит как ты хранишь себя в этом это все необходимо человеку знать перед тем как станет молиться почему написано не искушай господа бога твоего его ибо он знает наше намерение чем мы предстали вот небольшое вступление молитве а далее если кому видно я не знаю почему вижу только одного человека только одного вижу все время александр самедов его хорошо видно остальных не видно мне желательно что было видно после можно было бы что-то подсказать все ли видят нас где кланяются какие поклоны как сегодня после молитвы сразу будет события дня очень богатый материал подтверждение получил первый раз мы молимся псалом 118 164 стих его все считают некоторые неусыпаемые псалтыр считает то есть друг другу передают по вахте когда в каком часу кому считать круглосуточную вот и в первый раз повторяю в первый раз сегодня мне материал марущак владислав выставил с католического сайта что молится семикратно в день опирается именно на этот стих 164 118 а псалма семикратно в день прославляю тебя засуды правда то и у них правда там свой устав все абсолютно все они не так как у нас но семикратно в день вот говорят они делают считают псалтырь который они делают но у них только считает утреннее вечернее ну я считаю утреннее вечернее в это не входят а только ночные молитвы но с утренним вечерним это до 9 а их и считать не до утреннее вечернее это такая необходимость без которой шагу шагнуть нельзя вот все таки в конце концов я услышал что масштабно это делается вот говорят а почему вставать 440 не знаю просто на душе такой вдруг потом нахожу что мать тереза и и там 300 тысяч воинов все встают 440 вставали проходит какое-то время лет 10 опять кто-то где-то друг от друга мы независимые господь показывает в разных местах дух божий действует цифру эту не могу объяснить нет объяснения но в ней что-то есть богу слава за молитвы святых отец наших господи иисусе христе сыне божий помилуй нас аминь слава тебе боже наш слава тебе всяческих ради слава тебе боже наш слава тебе всяческих ради и слава тебе боже наш слава тебе всяческих ради и боже очисти меня грешно яко не кори же благое сотворих пред тобою но избавиме от лукавы да будет мне воля твоя да не осужденно отверзла уста мои недостойно восхоли имя твое святое отца и сына и святого духа ныне и присно и во веки вековами царю небесный утешителю души истинной и живи здесь и и вся исполняй сокровища благих и жизни подателю приди и вселись овны и очи стены от всякие скверны и спаси блажь и души наши святые божьи святые крепкие святые бессмертные помилуй нас святые божьи святые крепкие святые бессмертные помилуй нас святые божьи святые крепкие святые бессмертные помилуй нас слава отцу и сыну и святому духу и ныне и присно и во веки веков аминь и святая троица помилуй нас господи очисти грехи наши владыка прости беззакония наша святые посетились или немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вникни внимательно в слова, которые считаются ко Святой Троице. Да Святая Троица, помилуй нас, Господи. Очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые посети и исцели немощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже исти на небесе. Да смятится имя Твое. Да придет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, як он на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. И остави нам долги наши, якожа. И мы оставляем блажняком нашим. И не веди нас во искушение. Но избави нас от лукавого. Ибо Твое царство, сила и слава во веки. Аминь. Оставши от сна, припаданьте блажь. Ангельскую песню, пейте сильный. Свят, свят, святости Божия. Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрай сна, воздвигнуйся, Господи. Умой просвети и сердце, веснимой и отверзим. Во ежепетите, святая Троица. Свят, свят, святости Божия. Богородицу и помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет. Ика и горж за деяния обнажаться. Но страхом зовем полунощи. Свят, свят, святости Божия. Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. От сна восставь. Благодарю тебя, Всесвятая Троица. А кому герои твоя благость и долготерпение, не прогнелся на меня ленивый и грешный, не погубил меня со беззакониями моими. Но человек олюбствовал, если я обычно. В нечаяния лежащего воздвигу меня, если вы ежаутрюете, славослойте державу твою. И ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные. Отверзи мои уста, поучайте со славистем твоим. И разумете заповеди твоя. И творите волю твою. И пете тебя во исповедание сердечнем. И воспевайте все святое имя твоего Отца. Слава и Сына и Святого Духа, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся Христу, Цареве и Богу нашему. Приидите, поклонимся и преподем к самому Господу Иисусу Христу, Цареве и Богу нашему. Третья шестой Псалом Не ревнуй злодеям и не завидуй делающим беззаконие. Ибо они, как трава, скоро будут подкошены и, как зельнейший злак, увянут. Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Учешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Придай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит. И выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающим в пути своем человеку лукавствующему. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло. Ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа, наследуют землю. Еще немного, и не станет нечтивого. Посмотришь на его место, и нет его. А кроткие наследуют землю, и насладятся множеством мира. Нечтивый злоумушляет против праведника, и скрижищет на него зубами своими. Господь же посмеивается над ним, ибо видишь, что приходит день его. Нечтивые обнажают меч и натягивают лук свой, чтобы не сложить бедного и нищего, чтобы пронзить идущих прямым путем. Меч их войдет в их же сердце, и луки их сокрушатся. Малое у праведника лучше богатства многих нечтивых, ибо мышцы нечтивых сокрушатся, а праведников подкрепляет Господь. Господь знает дни непорочных, и достояние их прибудет вовек. Не будут они постажены во время лютая, и во дни голода будут сыты. А нечтивые погибнут, и враги Господни, как туг ангцев, исчезнут, в дыме исчезнут. Нечтивый берет займы и не отдает, а праведник милует и дает. Ибо благословенные им наследуют землю, и опроклятые им истребятся. Господом утверждаются стопы такого человека, и он благоволит пути его. Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддержит его за руку. Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его прощащими хлеба. Он всякий день милует и взаймы дает, и потомство в благословении будет. Уклоняйся от зла и делай добро, и будешь жить вовек. Ибо Господь любит правду и не оставляет святых своих. Вовек сохранятся они, и потомство нечтивых истребится. Праведники наследуют землю, и будут жить на ней вовек. Уста праведника изрекает премудрость, и язык его произносит правду. Закон Бога его, сердца у него, не поколебится стопы его. Нечтивый зло подсматривает за праведником и ищет умертвить его. Но Господь не отдаст его в руки его и не допустит обвинить его, когда он будет судим. Уповай на Господа и держись в пути его, и он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю. И когда будут истребляемы нечтивые, ты увидишь. Видел я нечтивца грозного, расширявшегося, подобно укоревнившегося многоотвистому дереву. Но он прошел, и вот нет его, ищу его и не нахожу. Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо в будущность такого человека есть мир. А беззаконники все истребятся, в будущность нечтивых погибнет. От Господа спасение праведником, он защитит их во время скорби. И поможет им Господь, и избавит их, и избавит их от нечтивых, и спасет их, ибо они на него уповают. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресны во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Многомилостивый, и с милостью Бог мой, и Господь Иисус Христос, по Своей много любви сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, спаси мне благодатью Твоею, молю Тебя, ибо если по делам спасешь меня, то это не будет благодатью и даром, но более делом. Ей многих щедротов изречены милости, ибо Ты сказал, что верующий в меня жив будет и не увидит смерти во веки. Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшихся, то веруй, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо дел довенится мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дело правдущих меня. Но это вера, да будет прежде всего, да ответит за меня, да оправдает меня, да я от причастника слава Твоей вечной, и да не похитит меня сатана, и не похвалится. Слово, что торт меня от Твоих руки оградой, но или хочу, спаси меня, или не хочу. Христос мой Спаситель, поспеши скорее, скорее, погиб я, ибо Ты Бог мой, очрев Матери моей. Спадуй меня, Господи, возлюбить Тебя теперь так же, как возлюбил свой тайный грех, и чтобы снова потрудиться для Тебя без лени, усердно, как прежде потрудился с этой прещающему. Особенно же, потружусь для Тебя, Господа и Богом Иисуса Христа, во все дни жизни, ныне, всегда, веки веков. Аминь. Святой Ангел, поставь мне охранить мою бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь меня грешным, и не отступи от меня за невоздержание мое. Не дай возможности злому демону, починить мне себе пребладание от вас смертного тела. Возьми крепко несчастную, и опустившуюся руку мою, и выведи меня на путь спасения. О, Сытый Ангел Божий, хранитель и покровитель бедной души и тела, прости мне все, чем я скорбил Тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения вражеского. Чтобы мне не поднимать Бога никаким грехом, и молись за меня, Господу, чтобы Он утвердил мне страхи своем, и сделал меня рабом, достойно своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица, моя Богородица, своими святыми и всесильными молитвами, отгонит мне смиренно в несчастную раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение. Удалится скверный, лукавый и хульный помысл из окаянного моего сердца, и помраченного ума моего, и погаси плавимы страстей, ибо я убогу несчастья. Избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов, и освободи меня от всяких злодеяний, ибо Тебе благословляются роды, и причисто имя Твое славится во веки вечное. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий Владимир Надежный, мы усердно к вам прибегаем к скорым помощникам, молитвникам в душах наших. Спасибо, Господи и помилуй предстоящей к Тобою. Спасибо, Господи и помилуй митрополита Илариона, родителей Сродников, благодетелей, Истопов Тихий, Вениамина, Агапангела, Диамида, Тихона, Антония, Священная Ирия, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, 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 Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима, Засима, Алипия, Андрея, Максима, Владимира, Диаконах Евгения, Александра, Михаила, Андрея, Эпископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнея, Александра, Деодора, и весь священнический и иноческий чин. И вышли служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и дальше священникам, если угодно тебе. Смири власти воинства их, и через них сотвори благое от церкви Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Амана. Наведи страх твой на них, дабы знали они, что над ними ты и есть царь царствующий, Господь господствующий, дабы издавали мудрые законы, не притесняя детей твоих. И даруй мир Израилю, Россию, Украине, Сирии, где война идет, и научи нас ценить это мирное время. И приготовь народ твой к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную, за отступничества от тебя. Спаси и помилуй, Господи, раб твоих предстоящих пред тобою. Благодарю тебя за сию прошедшую ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованное тобою. И для сего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. И сохрани нас здесь и селение наше от пожара, от воров, от нечистой силы и потопления. И живущих там Виктора, Андрея, Игоря, Игоря Сироптин, Алексея, Иосифа, Романа, Никиту. И пришли добрые жители с детьми, знающими тебя, любящих уставы твои. Сохрани школу. Спаси и помилуй, Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадок, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алиптину и Рашид, пределы наших общих, найденовые души. Побуди всех на благовестие. Возри на угрозы врагов, на их злохуление. И закрой их лживые уста, и в судный день не помяни их безумия, ибо не знают, что творят. Благослови благодетелей наших воздаем добром, Елену, Евгения, Евгения, Наталья, Максима, Владимирова. Посети болящих. Пошли мы исцеление, облегчение страданий. Чтобы никто не возрастал на крест, возложенный на них Сергея, Алексея, Александра, Александра, Анну, 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 Валентину, Марии, Игоря Болящего Сергея, Василия, Акелину, Калерию. Помилуй нас, Господи, Мину, благослови, проготовь к операции. И, Акима, и нас помилуй, милости Твоей ради. Аллилуйя, аминь. Сохрани наше сокровище, сайт и форму. Все, что здесь есть, для пользы многих людей, трудящихся Игоря и Людмитрия, Виктор Гавриева, Рожьего. Василия, Сергия, трудящихся. Избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Александра, Владимира и Игоря, путешествующих, Раиса, Льва, отступников, Найди всех, Николая и Михаила. Не дай им погибнуть окончательно. Наше родство, Найди всех, а в России, Дакея, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину. Елену, Марию, Татьяну. Упокой, Господи, в обителях небесных усопших отец и братья наших. И же с верой, надеждой на воскресение, жизнь вечную, отошедшую от жизни сей. Ибо нет человека, который, живя на земле, не согрешил бы. Прости им всякое согрешение, вольное и невольное, родителям, родителям, всем православным христианам. И сотвори им вечную память, вечный покой. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. И обрати тех, через кого мы можем благовествовать, Тимофея, Тимофея, Мартина и отступников, не знающих Тебя, Александра, Германа, обрати, найди и гоним их Максима, Юлию. Самиру благослови, дабы она поверила в Тебя, как в Искупителя и все ее содружество. Припомни ее добрые дела. Аллилуйя. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Слава Тебе наш Бог и Его, вам воочи. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля помысл. Слава Его, аллилуйя. Слава Вышней Богу на земле, мир в человеках благоволения. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за день, в который дал мне святую Библию, указал на толкование святых отцов. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Аллилуйя. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешнем. Благодарю Тебя, мой ангел, сколько лет Ты хранил и защищал от видимых и невидимых опасностей. Не покини в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу мою по мытарствам, убеди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Спасая от вечного мучения. Иоанн, Креститель, предтеча Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, житель в бедность, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным. Никогда не роптать, никому не завидовать. И не страшиться царей и начальствующих, и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Моли Бога о нас, Святитель Христов Никола, Мирликийский чудотворец, образ кротости, воздержания и добрый архипастырь. Молите Бога о нас, святые пророки Божии. Илья, Елисей, Энох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Езра, Ниеми, Амос, Наум, Исайя, Иеремия, Варох, Иезеки, Иосия, Иаиль. Агей, Сапония, Захария, Малахия, Давид, Непан, Данил, Отрох и пророк Михей, Авраам, Исаак, Иаков. Да исполнен Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не заставно с неготовыми. Но чтобы вышли навстречу Тебе с горящими святильниками истинной веры и сосудами, полными или добрых дел, Соделанных в духе святом с любовью. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, всенебесные силы, престолы Божьего предстоящие. Святые апостолы, Петр и Павелы, евангелисты, Матфея, Марк, Лука и Иоанн. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы. Игнатий Богоносец, Поликарп, Смирский, Юстин, Философ, Космай, Дамьян, Андрей, Стратилат и Иерон, мученик. Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимник Амедийский, Георгий, Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников. Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин и Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас, дабы никто не принял очертания с двери Антихриста. И дары веры святой Анфимы, Вениамина и устраши родителей доложное воспитание. Молите Бога о нас, святые отцы. Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Затаусов, Анасий Великий, Ефрем Серин, Антоний Макарий, Макарий, Антоний Пеодосий, Корнилий Ио. Сергий Радонышко, Степан Пермский, Серафим Саровский, Ян Тобольский, Ян Крыштадтский, Ян Шанхайский, Кирилл Мефодий, Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский Пиларет. И все переводчики священного писания. Молите Бога о нас, да сохранись нас Господь в святой православной вере, а замысл и литиков в ничто преврати, развеи. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые жены и девы. Фекла первомущенца, Фатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь. Наталья Андреевна, Варвара Екатерина Петри Петруя, Татьяна Ирина, Ольга Елена Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискелла и Акела, Андроник и Юния, Киприан и Устина. Да ударит Господь женам и девам послушание и молчание, целомудрия и стыдливость, и сохранит их от всяческого поругания. Избави Господи от непокорства Галину, семейство ее, Евгению, Надежда, 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 Светлану, Марии, Раису, Марину, Юлию, Елену, Галину и Анну. Укроти их непокоревый нрав, не дай им погибнуть. И прими нашу молитву, и воздияни рук, как жертву вечернее благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей, Господи Божий наш. И соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся к Тебе на небе и на земле. Услыша нашу молитву, Господи, и молитву всех молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех заповедавших нам, молисься о них. Посети, Господи, заключенных за слово Твое, убиваемых, поражаемых детей Твоих, прими их в обители вечные. Укрепи их дух, дабы никто не отрекся от Тебя. Тебе слава за все, отец, сын и святой дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушай ты, да слышит раб Твой. Аминь. Доброе утро всем. Сейчас я отключу, кто здесь есть. И тоже немножко, погодя, дам сигнал. Включить можно будет. Доброе утро. А почему, Господи, Владыка, живота моего переспечит? Да почему? И почему? Господи, Владыка, живота моего. Дух праздности и уныния, любоначаля, празднословия и сребролюбия не дашь ни. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпение люби, даруй мне рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зрите мое прегрешение и не осуждайте брата моего, якобы за фамилий на силовеки веков. Аминь. Аминь. Боже, очисти меня грешево и помилуй меня. Боже, будь милостив ко мне грешному. Прости мои согрешения, тайные и явные, в уме и в помышлении, в водне и в ночи, во все дни жизни моей. Ибо Ты благо человека любишь. Господи, очисти беззаконие мои грехи, приготовь встречи с Тобою. И если дашь жизни встретить Пасху Христову в радости спасения Твоего. Аллилуйя. Господи, Владыка, живота моего, дух праздности, уныния, любоначаля, празднословия и серебролюбия не дожми. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви даруй мне рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зрите мое прегрешение и не осуждайте брата моего, якобы благословен ести во веки. Аминь. Спаси Христов, Сережа, напомнил тут. Вот так. Сейчас я здесь отключу, так как это мне удобнее. Просто. Спасибо. Смотрите продолжение в следующей серии.